Тихий ужас или сплошная польза? Яд замедленного действия или спасательный круг человечества? Прививки? Как они работают и зачем нужны? И что вреднее, вакцина или отказ от нее? Попытаемся разобраться. Конец Первой мировой. Вирус испанки захватил весь мир. Около 550 миллионов зараженных, погибших по разным данным от 50 до 100 миллионов человек. Самая масштабная пандемия в истории человечества. Единственное, что сегодня может спасти от эпидемии подобного масштаба – вакцинация. Несмотря на то, что прививка на 100% не гарантирует то, что человек не заболеет инфекционным заболеванием, это тоже нужно понимать. Но самое страшное, что это тяжесть течения заболевания и его осложнения. Так вот, вакцинированные лица, как правило, болеют легче. И, во-вторых, они без осложнений протекают у них заболевания. Это очень важно. Например, тот же грипп. Чем он страшен? Своими осложнениями. Привитые лица могут заболеть, но это будет более легкое течение. Грипп будет протекать короче, то есть вот этот период клинических проявлений. И осложнений у таких заболевших не будет. Это известно врачам довольно давно, но в обществе до сих пор вызывает споры. Главные противники вакцинации, антипрививочники, распространяют свои листовки, пишут свои статьи и публикуют их в своих сообществах в соцсетях. По словам врачей, это одна из главных проблем. Ведь, несмотря на количество просветительской работы, ряды тех, кто отказывается от вакцин, пополняются. Например, в Барнаульском туберкулезном диспансере нам сказали, что если в 2017 году в край отказавшихся от прививки БЦЖ было около 1800, то в 2018-м почти в два раза больше. У этого есть свои последствия. У нас в последние годы, если ребенок умирает от туберкулеза, это ребенок непривитой БЦЖ в роддоме. И это мы уже имеем на многочисленных примерах. Потому что если у него тяжелый менингит, допустим, генерализованный туберкулез, в первую очередь мы выясняем, а прививался он? Нет, не прививался. А иммунологические пробы делались? Нет, не делались. Согласно исследованию Лондонской школы гигиены и терапической медицины, в России на 2016 год от прививок отказывается 28% населения. По этому показателю мы на третьем месте в мире. Главный страхи антипрививочников – вакцина наносит вред здоровью. Неясно, что в ее составе. Непонятно, как она работает или, например, она вообще бесполезна, а продажа вакцин – просто способ фармакологических компаний заработать. Если говорить о составе, то здесь все очень просто. Очень много говорят в составе вакцины, вот что-то, что-то, что-то. Ну, таким говорим, но мы, к сожалению, живем не в лесу, да, не 20, не 200 лет назад. То есть мы дышим уже воздухом, в котором намного больше всяких канцерогенов летает, то есть в принципе канцерогены летают. К сожалению, мы едим не то, что нам хотелось. И те же родители, когда приходят с чипсами, не знаю, с чупа-чупсами у детей в руках, конечно, мы говорим, что вы делаете, вы даже не касаясь прививок. Сравнение еды и вакцин в части состава не такое странное, как им кажется. Многих, например, пугает тимиросал – ртуть, содержащая соединение, которое используют в качестве консерванта. Но в вакцинах его содержится крайне мало. Исследователи даже привели сравнение. С одной порцией морской рыбы в организм поступает больше ртути, чем со всеми прививками за жизнь. Так же, как и состав, иммунологам известен принцип работы. На введение этого антигена у любого человека начинают вырабатываться антитела. И существуют у нас в организме так называемые клетки памяти, то есть они запоминают вот этот антиген. И в том случае, когда повторно возбудитель, например, попадает в организм человека, то есть человек встречается с каким-то возбудителем болезни какой-то, против которой он был когда-то привит, клетки памяти начинают вспоминать, что они уже встречались с ним, начинают вырабатывать антитела, и человек просто-напросто не заболевает. Лучше предотвратить, чем лечить. Например, прививка от туберкулеза. В ЦЖ, которая ставится в первую неделю жизни, спасает детей именно от генерализованного туберкулеза, который легко убивает детей до года. Кроме того, согласно исследованиям, ВЦЖ сохраняет защитный потенциал на протяжении минимум 25 лет. Еще один плюс этой вакцины – легко доказать, что с ней фармакомпании точно не пытаются на нас заработать. Ведь если вакцина, которую ставят раз в жизни, стоит несколько сотен рублей, то цена таблеток от туберкулеза, которые сейчас держат руки в тезиолог, 800 тысяч рублей за упаковку. И это только на одного человека. На этот препарат подъявляются деньги на стою. То есть он приходит даже не деньгами, он приходит вот именно к коробочкам. Такие применяются для больных, на которых препараты основного ряда не действуют. Вакцина же способна спасти от долгой терапии и самой инфекции. Но у бойцов с прививками есть аргумент. Прививки сами вредят здоровью. Да, осложнения возможны. Врачи и не скрывают. Но, во-первых, они встречаются крайне редко. А во-вторых, в сравнении с этим вред от инфекционных болезней несопоставимо выше. Врачи, которые работали с большими коллективами, например, среди солдат-срочников, знают об этом из собственного опыта. У меня в полку был солдат из свежего призыва, что называется. Поскольку солдаты те же дети, просто с оружием, то они начинают болеть, как в садике. То есть они начинают обмениваться друг с другом всем этим инфекциям. И там выясняется, кто был на самом деле привит, а кто с правки упал. Болели, например, паратитом. Эпидемическим паратитом или свинкой. Чем эта штука опасна? Орхоэпидидемит, то, что называется, это одно из достаточно частых осложнений при эпидемическом паратите. Причем, чем взрослее человек, тем выше вероятность того, что разовьется именно это осложнение. Последствия остого орхоэпидидемита, одно из последствий, возможно, это вторичное бесплодие. И вот он все это перенес. И, естественно, к сожалению, он утратил способность иметь потомство. Одно из главных заблуждений антипрививочников – вакцины не работают. Это то, что опровергают новости. В начале года все СМИ сообщили о том, что в Европе, в том числе и в России, появляются локальные вспышки кори. Типичен внешний вид больного. Адутловатое лицо, утолщенные веки, гноящиеся глаза, гнойнослизистое выделение из носа. Защита – это не сами вакцины, а вакцинированные люди вокруг вас. Когда количество привитых людей находится на определенном уровне, инфекция становится безвредной для всего общества. Это то, что врачи бы назвали «счетом популяции». Это, кстати, один из немногих способов сделать хорошо и для себя, и в то же время для всех сразу. И наоборот, отказавшись прививать себя, можно навредить и себе, и всем вокруг. Люди, которые не делают прививки, паразитируют на тех, кто их делает. Дело в стадном коллективном иммунитете. Представьте себе деревню, в которой привиты все, кроме одного человека. Вероятность, что он заболеет ничтожно, потому что некому будет его заразить. А небольшого все же существующего риска осложнений человек все-таки избежит. По идее, стадный иммунитет должен защищать людей, которым противопоказана вакцинация. Но в итоге он защищает тех, кто не вакцинируется из ложных представлений, об этой процедуре. Если в одночасье, например, в городе Барнауле, все перестанут ставить прививки, то можно предположить, сколько человек мы потеряем через несколько десятков лет. Мы можем предположить, имея на руках цифры по эпидемиям, скажем, самым ближайшим к нам. То есть это будет лондонская эпидемия, предположим. Это будет эпидемия в Париже, в других городах. Ну, считайте, примерно одна треть населения. Это летальные исходы. И это не считая различных последствий вплоть до инвалидности. А после Барнаул, как на картах средневековых городов, станет центром какой-нибудь новой пандемии. Но сегодня эти риски сведены к минимуму. В наши дни иммунизация позволяет, например, родить просто трех здоровых детей, а не десять, из которых выживут только трое. Такой он, один из величайших прорывов науки за всю историю. Андрей Дриер, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Специально для телеканала Толк.